Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Биточек у нас с вами неплохо так отрос после ложного пробоя, о котором мы делали видео пару дней назад. Но настолько ли неплохо он отрос? И пора ли это дело шортить? Как, наверное, многие думают. Потому что, посмотрите, с одной стороны, да, мы видим, что, ну, без всяких там преувеличений. Каждый раз, когда биток делал вот такие штуки здесь локально в рейнже, вот здесь, вот здесь, вот здесь, после этого наступала шортовая волна движения, видите? То есть все это сливалось благополучно. И, типа, почему бы и нет? Почему сейчас не слиться этому всему в очередной раз? Но вот тут очень важная тема, что в какой-то момент именно из-за вот такой вот философии, что почему бы это дело сейчас не должно пойти вниз, и количество шортящих участников на рынке, именно из-за этого мы начинаем лететь вверх. И это является триггером, собственно, полета вверх. Так вот, поэтому давайте с вами отдалимся и рассмотрим это как фрактал того, что мы только что видели. Вот эти все движения мелкие, они на самом деле повторяют себя в более крупной форме. То есть мы говорили про вот такие вот отскоки. Вот такого отскока здесь еще не было на таком отдалении, посмотрите. Вот такого, как здесь, такого, как здесь, даже в медвежьем тренде. Поэтому сейчас очень важно не пропустить этот отскок. Судя по альтам, он уже происходит, потому что многие альты уже находятся выше вот этой линии сопротивления в сравнении с биткоином, или даже где-то вот здесь вот, да. А это уровни 25 и 33 тысячи долларов по биткоину. Поэтому тут надо понимать, что сейчас есть вероятность того, что это начнется полет прям такой наверх, что вы не успеете просто перезайти, и на шортах, собственно, все это и будет лететь. Поэтому аккуратнее с шортами, потому что я вам напоминаю, что глобально мы рисуем картину, очень похожую на прошлое дно. Посмотрите. Буквально идентичная картина. Но с учетом того, если мы прямо сейчас начнем, конечно же, разворачиваться на недельном таймфрейме на хайконаши. Потому что у нас здесь обычная свеча уже зеленая вот идет, что подтверждает эту теорию. Но хайконаши все еще красные. То есть ждем следующую недельную свечку хайконаши для подтверждения роста. Но я думаю, что тут без подтверждения все прекрасно видно. Плюс у нас с вами альт-сезон, то есть многие альты реально лучше себя, чем биток ведут. Мы валяемся под 200-неделькой. Это вообще историческая тема. Когда мы валяемся ниже 200-недельки, так долго. Мы вообще ни разу за всю историю битка так долго там время не проводили. Но сравнивая график биткоина с капитализацией всего крипторынка, мы понимаем, что вот они где все деньги сейчас, в альткоинах. Потому что, смотрите, график с альткоинами удерживает эту поддержку. И удерживает даже лучше, чем на коронодампе или вот здесь вот. Поэтому вся ликвидность сейчас в альтах, как вы понимаете, это, конечно же, тоже до поры до времени. Доминация на недельном таймфрейме все еще смотрит в альт-сезон. Многие говорят, как сейчас лонговать альты, когда доминация на исторических лоях. Нифига она еще не на исторических лоях. Исторические лои вот. И монет тогда, чтобы вы понимали, в начале 2018 года монет было в десятки раз меньше. То есть сейчас эта штука может провалиться и вот так вот вообще легко. Вообще легко. Но, тем не менее, более локально, если мы посмотрим на нее на часовике, у нас тут вот есть отскок из этой зоны. Посмотрите, как только мы ее прокололи, сразу у нас прям плотненький отскок пошел. То есть, в принципе, сейчас биток, как мы видим, набирает силу в моменте. Он отрос уже с 19 тысяч после нашего ложного зоокола. Он отрос уже с 18 500 даже на 21 500. Соответственно, некоторые альткоины уже за этим движением не поспевают, потому что они росли уже в этот момент. Но это все временные качели, вы же понимаете. Поэтому тут дисклеймер, не финансовый совет. Я лично держу, продолжаю удерживать свои сделки. Торгую вот эту вот кобру, о которой мы с вами говорили. Основная сделка – это Dash. Половину разгрузил, половину держу. Даже чуть-чуть опять догрузил, больше половины разгрузил, чуть-чуть догрузил. Короче, плавная разгрузка, плавная загрузка решает, ребята. Потому что еще раз повторюсь, самое главное – это не оказаться вне рынка в нужный момент. Конечно же, самое главное в плане того, чтобы резать риски, это наоборот выйти с рынка. Если вдруг что-то пойдет не так, обязательно руками выходите, оставляйте там маленькую часть позиций. Большую часть позиций надо разгружать, даже на минимальной прибыли. А меньшую часть позиций надо держать и догружать. Короче, приоритет лонговый, надо стоять сейчас по тренду. Я понимаю, что это звучит как идиотизм, потому что тренд нисходящий был. Но, блин, чуваки, очень много показателей того, что это смена тренда, что мы стоим, если мы хотим брать позиции у истоков тренда, то делать это надо начинать прямо здесь и сейчас. И на спот, и если хотите поспекулировать на маржиналочки. Все ссылки в описании. Торгую на Bybit. Торгуем осторожно, с холодной головой, с риск-менеджментом. Помним то, что я вам сказал, что мы можем легко сейчас улететь куда-нибудь на 30-ку по биткоину или даже там на, может быть, и выше, в сторону 40-кета. И вот в этом случае что вы будете делать? Потому что, приближаясь, вы поймете, что это движение будет казаться вам просто огромным на локальном таймфрейме, где-нибудь на 30-ти минутках. Вы просто не будете к нему готовы, потому что сейчас многие зашортят. Но не забываем, что все идет волнами и действительно нужно на таких вот максимумах локальных стараться разгружаться, пускай даже вот здесь после подтверждения смены локального тренда и здесь догружаться лучше после подтверждения смены, опять же, локального движения. Какие-то такие мысли? Если вы согласны, ставьте лайк. Если не согласны, пишите комментарии внизу. Или наоборот, в общем, как вам больше нравится. Давайте отметим еще пару альточков, которые показали себя круче всего. Это RavenCoin. Посмотрите, ему вообще наплевать на коррекции. Он как развернулся, так пошел по паттерну змеи как раз. Даже на дневке плотное движение, на 4-часовике тоже. Тут как бы напрашивается уже в какой-то момент коррекция. Да, и грубо говоря, шартовый заходной поскальпить. Но именно на них мы летим. Посмотрите, все, кто его зашартил, сейчас в просадке. Поэтому тут надо быть осторожней. Я даже не знаю, какой тут можно теханализ сделать. Raven к доллару. 4-часовик. Сетка EMA Ribbon. Вот, возможно, опорная наша точка сейчас. 4-часовик, сетка EMA Ribbon. Если Raven начнет падать, и вы верите в продолжение аптренда, агрессивно докупайте его где-нибудь вот здесь, на вершине сетки. Это 0,04,4 примерно вот туда. 0,04,5, 0,04,3. Если вы верите в продолжение тренда. Даже если он сейчас туда не сходит и улетит еще выше, то он обязательно туда сходит в следующий момент, понимаете? И сетка будет уже выше. Вот вам лучше купить выше, если вы еще не купили, но хотите. Но на подтверждении, на красных свечках, то есть на сетке, а не вот здесь, понимаете? Это будет та же самая цена в итоге, грубо говоря. Но вы купите уже после дампа, то есть с подтверждением заходной. А если вы купите здесь, и он начнет падать, да? Или вы купите здесь, или здесь он начнет падать. То вы купите как бы в дамп. Поэтому не торопитесь. Я думаю, что дадут еще возможность зайти. Если вы уже купили, конечно же, плавно разгружайтесь. Луну всякую, я даже не знаю, стоит ли смотреть. Но сейчас столько хайпа. Давайте глянем луну. Ну, блин. Чуваки, это может вырасти еще на миллион процентов. Ну, реально, зная как бы всю эту подноготную. Но, гайз, камон, это скан века. Здесь столько монет вбросили, сколько вообще вам не снилось. Поэтому, ну, блин, я в это не лезу. Может быть, вот так, может. Но потом в итоге это будет все вот так. Поэтому луну не трогаем. Лун С то же самое. Если вы в прибыли, разгружайтесь. Разгруфакинжайтесь, пока вам дают. Потому что это не новая парадигма. Не подойдет она до одного доллара никогда, вы че? Она сделает максимум вот так и уйдет на скам. Касту лучше покупайте, не тупите, пока она на дне лежит. Битдау вон. Прекрасный щиткоин от биржи Байбит. Куча монет нормальных. Классик, в конце концов. Если вы тру коллекционер антиквариата, классик купите. Вон он как отбился от поддержки. Все. Все ссылочки в описании. Торгуем аккуратно. Всем профитроли. И до следующей встречи. Пока. Аккумулируйте сатошки главное. Самое главное в любых ваших альткоинах это аккумуляция сатошеков. Субтитры сделал DimaTorzok